Молодая многодетная семья без собственного жилья. Такую картину веселой назвать нельзя никак. Но это данность. И подобные истории в нашей стране не единичны. Александр со своей супругой Олесей воспитывают троих своих детей и 10-месячного приемного малыша. Я являюсь воспитанником детского дома. Я сам воспитывался в Уделинской школе-интернат. Это получается Московская область Раменского района. Я получил квартиру в город Коломна. Там я получил комнату в коммунальной квартире 12 квадратных метров. Я там не проживал, не жил. Естественно, я за нее не платил. Там накопились долги. Там долг был больше 120 тысяч. Мы решили эту квартиру с супругой продать за долги. Ютятся в крошечной однокомнатной квартирке, которая принадлежит родственникам семьи. И тут у ребят появилась, как им показалось, прекрасная перспектива. Я являюсь сотрудником муниципальной службы ремонтно-аварийной службы города Рязани 075. Я являюсь сотрудником, работаю там электриком. Я обратился в свою аварийную службу в городе Рязани, чтобы нам оказали, допустим, помощь, чтобы нам дали жилье, чтобы я мог, допустим, спокойно жить. Я написал письмо в жилищную инспекцию. На сегодняшний день мы как бы получили квартиру, но она непригодна жилью. Молодая семья на радостях приступила к ремонту выданного, хоть и обветшалого, но своего жилья. Набрали кредитов на полмиллиона, закупили стройматериалы и лишь после этого направились оформлять необходимую документацию на квартиру. Когда мне пришло письмо, к нам приезжала женщина с жилищной инспекции города Рязани. Мы эту квартиру смотрели, а мы задали вопрос, имеем мы право отказаться от этой квартиры или нет. Она сказала, что лучше жилья нету в городе Рязани, то что лучше вам уже не дадут. Естественно, я согласился, но с одним условием я соглашался, что это жилье потом будет нашим, что мы имеем право приватизировать, допустим, прописать детей как положено, и чтобы потом это было жилье уже наше непосредственно. На сегодняшний день, оказывается, мы узнаем, что это жилье является муниципальным. Оно не может быть никак нашим ни в приватизации, ни в собственность. Мы ее не можем ни продать, ни обменять. То, что это считается жилье, оно не наше. Я буквально в пятницу позвонил вот этой женщине в жилищную инспекцию. Я ей задал сразу вопросы. Мы просто хотели вот эти деньги, которые у нас есть на сегодняшний день, материнский капитал, их два. Мы хотели как бы реализовать эти деньги вот в эту квартиру, чтобы в ремонт, купить материал туда-сюда. Она сказала, что вы не можете эту квартиру ни продать, ни обменять, ничего. Вот в этом плане. И она сказала, что вы не можете быть собственникой никак. И пока ты на сегодняшний день работаешь в муниципальной службе города Рязани, эта квартира будет ваша, служебная. Но как только ты напишешь заявление по собственному ходу, если ты ее уйдешь, естественно, квартира забирается в городе Рязани. Все. Мы, получается, остаемся на улице. Такого поворота событий семья никак не ожидала. Как выяснилось позже, дом, разделенный на отдельные квартиры, даже не имеет кадастрового номера. По документам получается, что многодетным родителям выдали в пользование пустой участок земли. И оформлением дома заниматься никто не собирается. Ровно год назад мы обратились в жилищную инспекцию по вопросу, когда будут документы готовы. Она сказала, что на сегодняшний день у города нет денег, чтобы эти документы, вот эти все оформить, кадастровые, все. Они сказали, оформляйте сами, потому что это квартира ваша. Вот на сегодняшний день, вот они, вот он пакет документов весь, на сегодняшний день, который мы оформляли сами за свой счет. Естественно, когда нам сказали, что типа эта квартира будет нашей, как мы, как нам сказали, как мы подумали, естественно, мы начали сюда вкладывать деньги. Мы начали делать какой-то сами, ну сам стал делать ремонт. Что ждет многодетную семью? Удастся ли им добиться своего уголка в этом мире? Пока строительные материалы пылятся в гараже, Александр не рискует продолжать ремонт. В любой момент ему могут дать отворот-поворот или уволить с работы. И это приведет к тому, что его семья, жена и четверо детей окажутся на улице. Вот так вот верить чиновникам на слово.